Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как отличить истерика от нарцисса. На самом деле все очень просто. Смотрите, нарцисс выбирает стратегию поведения в зависимости от ситуации и от того, как нужно на вас воздействовать. Вы даже можете посмотреть, если он какой-то играл образ руководителя, допустим, да, а для того, чтобы ему лучше было манипулировать вами, ему нужен образ не руководителя, допустим, а какого-то там добряка, такого легкого, пушистого, нежного человечка. При вас он будет тут же меняться и отыгрывать этот образ добряка и милого, пушистого зайки. Но если это не соответствует ситуации, он может продолжить игнорировать вас, грубо к вам относиться как-либо или потом, когда он уже завоевал доверие, он, в общем, может проявить свою нарциссическую сущность и уже как-то манипулировать вами и потихонечку просто в силу своей психики где-то посмеяться над вами, где-то как-то подшутить, задеть вашу самооценку, тем самым немножко возвысившись над вами, да, лучше бы хуже, все дела. Это даже может проявляться сначала незаметно в какой-то дружеской беседе, какими-то, казалось бы, не очень такими шутками-то злыми, но все же затрагивающими вашу личность и как бы немножко посмеиваться он будет над вами. Что у тебя, допустим, такие штаны дырявые? Денег нет купить новые, скажет он, когда вы придете в новых джинсах Армани. Вот, то есть, кстати, вот обратите внимание, очень легко вычислить нарцисса, когда он, соответственно, видит, что вы, допустим, лучше одеты, чем он, как-то мать не и так далее. На самом деле ему очень понравился ваш лук, но, соответственно, из-за того, что он тут же начинает комплексовать на этом фоне, он как бы начинает слегка посмеиваться над вашим внешним видом. Что же касается истерика? Истерики, они, как правило, им тоже не будет нравиться, если вы будете выглядеть, да, лучше, чем они, но у них вот эта вот нарциссическая черта, она менее выражена. Если они заметят, что, соответственно, вы выглядите лучше, чем они, и они как-то будут комплексовать, они наиболее часто выбирают стратегию дистанцироваться от вас. То есть девочки-истерички, как правило, выбирают толстеньких, некрасивых подруг себе, и очень редко можно увидеть девочку-истеричку в компании с точно такой же офигенской девочкой-истеричкой. Ну, конечно, они могут как-то сопоставляться, даже могут как-то сотрудничать, но чаще всего проще наблюдать девочку с толстой и красивой подружкой, чем нежели с красивой и такой же губастой инстаграмщицей, как и она сама. Далее, смотрите, вспоминаем самого офигенского истерика из истории кино. Это вот этот чернокожий парень из шестого там элемента или какой-то там седьмой, восьмой, десятый. Корбан стала! Вот смотрите, какая у него стратегия поведения. Он разговаривает громко, ярко демонстрирует себя, он проявляет холодность, да, к своим там или как-то может быть даже высокомерно вот этих девочек, которые его окружали, да, обращаются с некоторыми из них, но в то же время требуют от них внимания. И вот на зацикливание внимания к своему образу построена вся стратегия нарцисса. Причем нарцисс не обязательно будет отыгрывать именно такой образ, который вот напрямую привлекает внимание. Он может отыгрывать и пилиптоида, и даже паранояло отыгрывать, и еще у кого-то отыгрывать тот образ, который на данный момент ему понравился, и он еще нужен его играть. Но это будет связано с тем, что это не может, не обязательно может соответствовать данной конкретной ситуации, да, как у нарцисса. Это не долгоиграющая стратегия, это просто какой-то образ, в который играет сегодня нарцисс, просто потому, что он так захотел. Этот образ будет очень сильно, в отличие от нарциссок, нарциссы очень качественно выбирают те образы, в которые они играют. И они понимают, как при помощи этого образа манипулировать и воздействовать на человека. У нарцисса все образы проработаны и качественны, тогда как у истериков все образы слегка преувеличены и завышены, да. Они несколько грандиозны, да, чрезмерно, для того, чтобы вот он мог себя продемонстрировать и максимально привлечь к себе внимание. То есть, если он на данный момент там какой-то сильный качок, мужественный, брутальный, он будет отыгрывать эту брутальную походку, он будет обязательно там отращивать бороду. Он будет делать какие-то вот такие вот вещи, которые связаны с брутальностью именно. И всем своим видом показывать, что вот он брутальный самец такой сильный, отважный, может быть даже там где-то выбирать каких-то слабых именно непосредственно соперников, да. И немного склонять их, может быть даже к какому-то физическому конфликту, но как правило там до физического конфликта не доходит. Там тоже есть такой элемент небольшого унижения, но это делается для того, чтобы обязательно была публика и показать публике, какой он сильный, мощный и так далее. Тогда как у нарцисса не обязательно должна присутствовать публика. Он унижает людей для того, чтобы соответственно просто самому почувствовать, что он лучше этих людей. Ему не требуются зрители для, в общем-то, взращивания своей самооценки, а истерику требуются. Поэтому вот если проводить параллель между истериком и нарциссом, первое, ярко вычурные образы, это истерик. У нарцисса образы более проработаны. У истерика потребность всегда играть на коллективе, то есть он всегда будет искать внимание коллектива. И он может быть даже абсолютно нейтрален, когда на него никто не смотрит, или если вы общаетесь один на один, вы можете очень отследить, что его образ как бы тут же уседает, он становится таким менее выраженным, и нарцисс становится менее такой, как сказать, яркий сразу, потому что за ним никто не следит. Но как только подошел один, два, три, четыре человека, он раскрывается, он становится ярче, начинает говорить громче и так далее. Когда нарцисс так не делает. И помните всегда, что у нарцисса долгоиграющая стратегия по отношению к вам, если вы с ним в близкой связи. И он будет стремиться к манипуляции вами, к власти такой над вами, да, чтобы он мог полностью завладеть вашей душой. Но если вы ему неинтересны, он, скорее всего, проявит просто эмоциональную холодность и безразличие к вам. Тогда как истерик вообще никому не проявляет эмоциональную холодность и безразличие, если вы являетесь данный момент зрителем. А, скорее всего, вы, Петя, Вася и какие-то еще люди, которые там находятся. Вот, поэтому на это очень стоит обращать внимание, вот на эти нюансы. Истерик меняется, подстраиваясь к своей большой аудитории, да, которую он пытается привлечь. И перебирает эти образы по принципу «сработало, привлек я внимание или не привлек». И все, это очень короткая стратегия, да. У нарциссов более долгоиграющая идущая стратегия. Если нарцисс решил показать всем, что он богатый, не обязательно, что он будет напрямую, да, как-то это показывать, золотом себя увешивать. Он может просто в разговоре как-то показать фотографию, что он куда-то ездил, как-то указать, сказать, а вот эти вот ботинки я купил за 10 тысяч долларов. Хочу их выкинуть. Ну, какие-то цвет мне не нравятся, какая-то ерунда вообще полнейшая. Вот, понимаете? Поэтому здесь очень важно смотреть, насколько демонстрациозно ведет себя человек. Если он чрезмерно демонстрациозен, он ближе к истерику. Если его демонстрация меньше, а зачастую нарциссы могут быть, да, я говорил, скрытыми и вообще себя не демонстрировать, скрытые нарциссы не демонстрируют себя, то разница будет достаточно колоссальная. И, как правило, нарцисс, он не будет отыгрывать ни эпилептуида, ни кого-то еще, он просто будет показывать, как правило, свою какую-то доминантность, может быть, в социальных каких-то рамках, да, в то, что у него есть какие-то предметы роскоши, может быть, что вот он много зарабатывает. Но это он будет очень так ненавязчиво демонстрировать, аккуратно, да, чтобы вы не заподозрили ни в коем случае, что он тут хвалится вообще кому-либо, что он что-то кому-то доказывает. Он вообще не должен никому доказывать, он же успешный человек, о чем вы вообще говорите? Вот, когда истерик, наоборот, будет всем пытаться навязать идею о том, что он успешный, самый лучший, классный такой парень вообще, и все у него зашибись. И это будет прямо на лбу у него написано, да, поэтому вот здесь это главный критерий, в отличие истерика от нарцисса. И здесь очень сложно что-либо перепутать, но может быть такое, что нарцисс с истериком будет смешанный. Смотрите мое видео о том, как я рассказывал, когда два типа личности сталкиваются, да, в одном человеке. Ну, соответственно, тогда и те иные признаки, они могут сочетаться. И тут вы можете просто, долго наблюдая человека, просто отсеивать, да, какие-то градации, даже можно записывать, как он себя ведет в этой ситуации, как в другой ситуации. А если все, так скажем, симптомы у нас сочетаются, ну, значит, это истерик и нарцисс, да, у него два типа личности. С вами был Medical Fitness, дорогие друзья, Кравцев Сергей. Я жду вас на своих онлайн-консультациях, в Вайбере, Скайпу и других удобных для вас месседжерах. Оставляйте ваши комментарии, я буду отвечать на них, как в письменном виде, внизу тоже в комментах, так и делать вот такие вот видео-ответы. Да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!